Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию, уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как, докладывать вам будем прям с колес. Уважаемые любители рок-музыки, вот мы пришли в ресторан «Пляж». А тут сегодня как раз самый знаменательный у нас русский праздник. Это праздник Победы, 9 мая. И поэтому, конечно же, я хочу произнести тост за этот наш великий праздник, за матушку Россию и за всех воинов-победителей, которые сражались за нашу волю, за нашу свободу, за наше достоинство. 27 миллионов человек погибло. Практически в каждой семье советской есть человек, который сложил голову за эту победу. В моей семье дед погиб, один из дедов. Но я думаю, что и в любой русской семье, практически в любой это есть. Поэтому давайте за тех, кто сложил там голову, за нашу победу, за светлую, великую. Так что за славу и мощь нашего русского оружия. Ну, местное население тоже размечает этот праздник. Особенно они узнали, как что проехала русская рок-звезда, Волочек СД. И что узнали, что у нас такой великий праздник Победы. Они решили нам самое лучшее блюдо принести. Вот мне принесли свежайший салат из морепродуктов различных. Что я тут вижу? А я вижу здесь осьминожков, креветочки, кальмарчики и гребешок. Вот такой микс. Ну, с зеленью. Попробую. С вашего позволения, уважаемый любитель рок-музыки. Но тост все равно. Без тоста нельзя ничего есть. Вы знаете. Все, русский интеллигент. Без тоста есть не может. По-первых, горло все становится. Тем более, такой светлый праздник. Я сегодня посмотрел парад. Я аплодировал руководству нашей страны. Насколько хорошо отлажена подготовка у нас во всех абсолютно направлениях воинского искусства. Начиная от артиллерии, ракетных войск, авиации, морской. И подготовка даже молодых ребят, которые в суворовских училищах, накимовских училищах. То есть отлажена система подготовки, я еще раз говорю, всех современных видов войск. И налажено производство. Насколько я знаю, что уже на 70-80% обновили парк всей техники военной. А буквально там в 25-м году на 90% хотят обновить. Поэтому я хочу выпить за наши вооруженные силы, за наши военные учебные заведения. Вот так вот. Давайте. Чтобы они готовили качественных специалистов военного дела. Помните, как Ленин говорил? Учиться военному делу настоящим образом. Ну а теперь после тостика я попробую си-фуд салат. Микс. Начну с осьминога. Вкусно. Внизу немножко оливкового макпа. А осьминогов, если кто разбирается, готовить непросто. Тут надо уметь. Допустим, креветки надо готовить очень быстро. Их долго нельзя изжать в кипятке, иначе они становятся очень твердыми, жесткими. Пробуем креветки. Осьминог поприготовлен великолепно, мягкий, жжется легко. Я повторюсь, многие не умеют делать его, он становится жестким, как перензина. А тут прямо жжется очень легко. Креветку пробую. То же самое. Чуть-чуть маслица ее, а ну, грамотно разбираются. Не переварили, вот так бы я сказал. Грибишечек. И кальмарчик. Ну что хочу сказать. Вот вроде бы. Простой набор. А приготовлено вкусно. Хорошо, прям. Все сварено в точку. Не переварено, не как резина. Но жуется легко. Теперь буду пробовать второе блюдо. Мне принесли лэмпчопы. То есть бараньи такие вот ребрышки, лопаточки. Я их руками, с вашего позволения. А к ним сделали тахинное пюре. Это из кунжутного семени. И рукава. С кедровыми орехами. И еще подали пшену. Обычную пшену. Рассыпчатая. А ну. С гранатовыми семечками. Так вот скажу. Вот вроде бы просто все. А гармонируем все очень хорошо. Гармония. Вкуса. Это грамотный повар. Сразу вам скажу. А вот это блюдо мне позволил съесть мой продюсер. Величайшей души. Человек широчайшей души. Человеки величайшей. Не человек даже. Как говорил Найковский. Человечище. Ничего ему не жалко. Горок звезды Волосчука СД. Она дала мне попробовать свою закуску. Которая называется креветки саганаки. Здесь сами креветки вареные. Сыр фета. Соус из томатов черри и орегано. Буду пробовать. На вид конечно. Честно говоря. У меня аппетита не вызывает. Но попробую. Оказывается этот соус теплый. Это раз. Во-вторых он очень вкусный реально. Помидорчик видать сладенький черри. С привкусом орегано. И вот этот фета. Класс. Пока продюсер не видит. Уважаемый любитель рок-музыки. Я себе еще одну креветочку. С вашего позволения. Только не выдавайте меня. Очень оригинальная. И хорошая закуска. Поэтому не выпить грешно. Просто понимаете. Я не хочу грешить в своей жизни. Я уже нагрешился. Я хочу быть праведником. Потом пронесу тост. По такому прекрасному закуску. За наших прекрасных русских женщин. Которые всегда нас поддерживают. Самую тяжелую минуту. И не жалеют для нас ничего. Даже креветки. Саганаки. Давайте. За вас девчонки. За вас красавицы. Любови моей. Но великодушие моего продюсера и режиссера на этом не закончилось. Он еще позволил мне попробовать свое второе блюдо. Сибас. На такой подушке. Из фасоли. В томатном соусе. Поэтому, уважаемый любитель рок-музыки, тост напрашивается. Вот так я сказал. Этот ресторан начинает мне нравиться. Уважаемый любитель рок-музыки. Это вкусно. Но еще больше мне начинает нравиться мой режиссер и продюсер. Своей щедростью. Что разрешила мне попробовать. Такое великолепное блюдо. Тут еще сверху видите такие штучки. Это кусочки ананаса. В морковном таком соусе. Поэтому я еще ананасиком закушу. Но прежде чем есть эту вкуснятину, я произношу тост. За самого великого продюсера и режиссера в нашей русской рок-музыке. Вот так бы я сказал. За самого щедрого, великодушного и самого красивого. За вас, Елена Ивановна. Ну как я подлезался? Уважаемый любитель рок-музыки. Как я подлезался? Я же сказал. Видите, тут замечание сразу участников группы. Не заметишь, я сказал. Обязательно, самого красивого. За вас. Уважаемые любители рок-музыки. Вот если вы будете проездом вдруг случайно, вот проездом по крайнему острову проезжать этой пальмы насыпной. И случайно заедете в отель Джумейра Забель-Сарай. Не забудьте зайти в ресторан-пляж. И заказать себе вот этого Сибаса. На вот этой подушечке из белой фасоли с томатным соусом из черри томатов. И, если вы обратили внимание, с кусочком ананаса. Елена Ивановна, не смею больше поедать ваше прекрасное блюдо. Вернусь к своим. Уважаемые любители рок-музыки. Но оказывается, щедрые души не только у продюсера, режиссера, но даже у старшей клавишницы. Рок-группа Волчак СД. Она в тени сидит. В тени она скромная. Она в тени сидит, не хочет появляться в кадре. Но я вам говорю, вот тут она сидит рядом. Щедрейшая душа. Поэтому она поделилась со мной. И дала мне вот здесь кусочек своего сэндвича. А он здесь с яйцом, с курочкой, с салатом и с хлебушком. С хрустящими. Я чувствую, что патуками хрустит. Но не хуже, чем в Макдональдсе. А Макдональдс – это вершина бургерного искусства. Это мое мнение. Не хуже. Попробую картошку еще. Она тоже хрустит хорошо. Поэтому напрашивается тост опять. Я хочу выпить за то, чтобы нам не было чувства прекрасного. Вот как у клавишницы. У нее прекрасное чувство гармонии, чувство прекрасной музыки. Она всегда такие пассажи вставляет в песни рок-группы «Волчок КСД». И видите, у нее прекрасный вкус. Она умеет заказать бургер, похожий, не хуже, чем в Макдональдсе. Вот так. Поэтому за клавишницу за нашу, за эту красавицу, за ее щедрость. Не стой ко мною. Чтобы папке позволила съесть кусок целый ее капсель. Поэтому давайте за клавишницу, за Екатерину Сергеевну, которая прячется от камеры. Уважаемые любители рок-музыки, хочу подвести итог. Обеду в ресторане «Пляж». Мы только подошли с моря, сели и сразу видим, тут хорошо. Вентиляторы работают, тенек, прохлада, ветер продувает. Это уже плюс. Я этому ресторану сразу ставлю плюс. Очень быстро подошли официанты. И вежливые, к тому же. И одеты в униформу такую специальную. Все чисто, аккуратно, в перчаточках. Они как положено. На мордничках. Все хорошо. Второй плюс. Потом понесли еду. Быстро причем понесли еду. Сделали так, как я просил. А заказал я себе лэмпчопы. Попросил, чтобы они были хорошо прожарены. Велдаун. Так и сделали. Хорошо прожарены, хрустящие. Очень вкусные. Попросил сефуд салат. То есть из морских гребешков, креветок, кальмарчиков и осьминожков. Великолепный салат. А на третье блюдо, на десерт. Вот видите, они пронесли мне всякие фрукты. Ну не только мне. Все участники группы Волчука издает. Поэтому буду пробовать. Я еще не пробовал. Ананас. Холодный, свежий. Арбузик. То же самое. Холодненький, хрустящий. В меру сладкий. Хороший. Клубничка. Клубничка кислая. Не сладкая. Но освежает зато. Дынька. Хорошая. Все хорошо. Так бы я сказал. Что это за фрукт? Я не знаю. Красный. Но попробую. Хороший. Сладкий. И принесли мне еще айс кофе. Сейчас я попробую. Со льдом. Видите? И уже поставлю окончательную оценку этому ресторану. Прекрасный кофе. Вот так бы я сказал. Прям отличный. Охлаждает. И вкус хороший. Не горчит. Прекрасный кофе. Поэтому ставлю этому ресторану пляжному оценку 5 баллов. Обслуживание быстрое, вежливое. Вкусно все приготовлено. Быстро принесли. Ну класс. Чисто, аккуратно, прохладно. Но для пляжного ресторана 5 баллов однозначно. Поэтому хочу выпить. За местных жителей. За их радушный прием. За то, что они умеют хорошо готовить. И хорошо встречают русских туристов. И особенно рок-звезду. Вот еще как я знаю. Вот за них. За их умелые руки. Давайте. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.